На этих кадрах вы видите, как истребители ВСУ выполняют посадку на дорогу для дозаправки. Это необходимая мера, которая применяется в исключительных случаях. Как вы знаете, истребители довольно прожорливые по топливу и их баки рассчитаны на два, может быть два с половиной часа полета. Сейчас такая ситуация, что необходима постоянная поддержка авиации вдали от постоянных мест дислокации. Каждый раз возвращаться на базу очень далеко и поэтому дозаправка выполняется прямо на месте. Истребители садятся прямо на дорожное полотно. Выбираются наиболее подходящие и ровные участки для этих целей. После заправки истребитель дальше летит выполнять боевые задачи. На момент приземления, обеспечивается прикрытие истребителей с помощью ПВО. Это могут быть как переносные зенитно-ракетные комплексы, так и самоходные, типа Буков или Торов. Приземляться на дорогу намного сложнее. Во-первых, дорога имеет определенные неровности к очке. Могут быть и перепады высот. Также дорога намного уже привычных аэродромов, а по бокам препятствия в виде столбов или деревьев. А если есть линии электропередач, это вообще жесть. Дорога тоже может иметь свои ограничения, к примеру, могут быть препятствия в виде изменения направления. Самолет не машина и ему нужно выполнить торможение до опасной отметки. Посадка совершается в полном ручном режиме и требует от пилота высокой концентрации, а также мастерства. Пилот-новичок не смог бы совершить такую посадку.